Если я спрошу у вас, как вы думаете, какой самый безопасный город в мире? Что вы ответите? Скажете ли вы, что таковым является один из городов самой развитой современной западной страны? Или вы назовете один из городов страны, которая отказалась от религии? Или вам придет на ум одно из мест виртуальной реальности? Метавселенная? Метавселенная? Второй священный город для мусульман. В списке из 65 городов мира Медина занимает верхнюю строчку, получив по нескольким пунктам высшую оценку 10 баллов. Медина – это особый город по многим причинам. Мне не хочется начать с самой первой причины, и это следующее. Пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, сделал дуа за этот благословенный город. И мы верим в то, что дуа, сделанные пророком, саллиллаху алейхи вассалям, принимаются. Не забывайте, что сам пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, жил в Медине около 10 лет. В этом же городе он и похоронен. На кладбище Джанна-Туль-Ба-Ки похоронено большинство его сподвижников. Считается, что в Судный день первыми из людей будут воскрешены те, кто похоронен на этом кладбище. Также считается, что закороненные там люди войдут в рай по милости Всевышнего. Также в Медине находится Ралзо, особое место, считающееся райским местом на земле. Это место доступно для людей. Любой верующий имеет возможность совершить там поклонение. Обязательно надо упомянуть и тот факт, что, согласно хадису, когда Даджжаль явится в физическом облике, он не сможет войти в Медину. Там будет особая безопасная зона. Мы также верим, что Медина является колыбелью исламской цивилизации, потому что, покинув родной город Мекку, пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, переселился в Медину и был принят ее жителями. Пророк упомянул и другие многочисленные добродетели этого города. Пыла Всевышнему, мне посчастливилось посетить этот город. Я испытал удивительные чувства от его атмосферы. Я просматривал разные сайты, и нигде не было сказано о причинах низкого уровня преступности в этом городе. Если изучить законы Саудовской Аравии, то можно увидеть, что преступные действия сексуального характера очень строго преследуются в этой стране. До такой степени, что в 2018 году был принят закон о заключении под стражу на два года и наложении штрафа в размере 27 тысяч долларов. Если сравнить это с законами стран Западного мира, то мы увидим более мягкое наказание за подобного рода преступления. Есть также и другой закон, согласно которому имя преступников оглашается перед всеми, и он подвергается публичному позору. Здесь, на Западе, о подобном не может быть и речи. Они скажут на это, такое разглашать нельзя, это частная жизнь. Почему же они не говорят о нарушении частной жизни со стороны компаний Facebook и Apple, которые постоянно нарушают частную жизнь своих пользователей? Словом, как я уже писал у себя в Твиттере, «Ислам работает». Это практическая религия. Хочет этого кто-то или не хочет, но «Ислам работает». Последнее откровение Ислама, Священный Коран остается неизменным, Всевышний защищает его, и он не изменится никогда. Высказывания пророка Мухаммада, передаются по цепочке и передатчиков, они тщательно сохраняются, и это невозможно сказать ни об одной авраамической религии. Действительно, ни христианство, ни иудаизм не могут заявить ничего подобного, как это не может заявить ни одна из религий Древнего мира. Приглашаю вас присмотреться к Исламу, а если вы уже мусульманин, то цените этот дар, неспосланный вам, изучайте свою религию. Если у вас проблемы и трудности в жизни, знайте, что в Исламе есть решение ко всем проблемам. Иногда в общении с людьми они не могут правильно донести это, но поверьте, в Исламе есть решение. Не сдавайтесь, друзья. Давайте завершим на этом. До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok